Рождение ребенка, как и создание семьи, является радостным событием и отмечается всем миром. Позади все волнения и ожидания. И вот наступает тот самый важный и ответственный момент – регистрация. Такое очень важное событие произошло в жизни супружеской пары Виталины и Антона Коляды. 15 октября в отделе ЗАГСа Брестского госполкома прошла торжественная регистрация рождения маленькой белорусочки с редким, но уж очень красивым именем – Аглая. Я уговаривал на то, что и убеждал, что будет мальчик, но хотя на самом деле хотел, чтобы была девочка, и не за то, чтобы поддержать желание супруги, а из-за того, что ну просто я хотел девочку. И сложилось так, когда наступил тот самый момент, если Витуш, ты говоришь, что ты плакала там. Я тоже плакал. Я тоже был очень рад, потому что действительно это счастье. После того, когда у тебя супруга Виталина, и назвать, как ты говорила, Катей или Машей дочь, ну как-то совсем не получалось. И подбирали, очень долго подбирали имя, на самом деле выбирали его, и потом все-таки вы остановились на том, что это будет Аглая. Имя Аглая – редкое имя. Его происхождение имеет древнегреческие корни. Оно связано с именем Аглая, значение которого в переводе трактуется как «блеск», «радость». С радостью и невероятной нежностью поздравляли молодых родителей, сотрудники ЗАГСа, желая семье здоровья, мира, согласия и огромное море счастья. А первым документом Аглая стало свидетельство о рождении, которое отдали на хранение родителям. Это радостное событие. Мы проводим торжественную регистрацию нашей маленькой девочки, которую родители, ну открою секрет, назвали таким редким древнегреческим именем Аглая. И очень приятно, что со вчерашнего дня, с 14 октября до 21 октября, эта неделя в республике признана как неделей родительской любви. И замечательно, что в этот день родители собрались, это, конечно, тяжело с маленьким новорожденным ребенком, отпраздновать свое замечательное событие. Потому что как неромантична любовь, как она не сильна и прекрасна, величие, красоту, супружество в семье, конечно, придают именно дети. На их родительском пути и радости, и трудности, и огорчения, и бессонные ночи. Но это ребеночек, это солнышко, это лучик света. ЗАГС – то место, где происходят чудеса. Тут создаются любящие семьи, здесь получают первые документы новорожденные. Именно в этом месте царит атмосфера любви и нежности, трепетная какая-то, необыкновенная. И каждый присутствующий чувствует себя небожителем, желающим сказать или совершить некое чудо. Маленькая Аглая и все родители, бабушки с прабабушкой желали лишь одного – счастья. Ну и, конечно, быть послушной умняшкой и вырасти красавицы со всеми причитающимися дополнениями. Протяженный вздох Аглая – свидетельство того, что она подумает. Кстати, в сценарии это было не запланировано, но заставило всех улыбнуться и еще больше оценить прелесть момента и даже всплакнуть. Можно было просто прийти и забрать, но решили сделать это в торжественной обстановке. И для этого действительно делается все для нее, чтобы была память у нее, чтобы она знала, что мы с самого рождения, мы делаем все для нее, чтобы она была счастлива. И я думаю, что ей будет приятно, когда она… Да? Да. Что мама с папой не просто для галочки, а мама с папой – это действительно мама и папа, которые рядом с ней всегда и все делают для нее. Мы всегда всем делимся, мы очень дружны со своей дочерью. А когда она забеременела, она решила сделать сначала УЗИ, удостовериться в том, что действительно, то есть тесты, это все такое было. УЗИ сделать и удостовериться в том, что она беременна. С работы мы приехали ко мне домой, так сели на диванчик, разговариваем, разговариваем. И Виталина приносит фотографию УЗИ, так передо мной выставляет, а я не понимаю, я не могу понять, я не могу поверить. Меня прям трясло, я рыдала. Это столько эмоций было, это столько смес радости было не передать. У меня единственная дочка, и вот сейчас пока, пока первая внучка. Виталина и Антон подарили жизнь новому человеку на земле. И теперь с этим маленьким сокровищем их жизнь обретет новый смысл, наполнится удивительными открытиями, заботами, сердечными радостями. Конечно, будут и усталости, и заботы, и хлопоты, и бессонные ночи, но все это – ничто по сравнению с той радостью, которую подарит им дочурка Аглая.